Добрый день. 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 Центры «Аматоров свята воды», что год сбирая администрация Новобелецкого района Гомеля. По традиции для гостей ладится шмат цикавых сюрпризов. Гульнявые и спортивные пляцовки, аттракционы, фотозоны. Импровизованный конкурс «Мисс Пляш» и многое иншее. Кульминацией свята стало эффектное заявление с водных просторов Ракисош, Цараморов и заступника подводной стихии Нептуна и его свиты. Привет, друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Богня Птун, его жонка Фицида, русалки, водяники и черти – головные дейючая особа свята. В основе театрализованного представления закладена старая морская традиция, згодно с якой при пересоченні судном экватора капитан повинен спытать во Владара Моров дозволу на плавание у его водных уладаньях. У сучасный контекст святкования организаторы укладывают и иншие идеи. Мы хотим рассказать детям о том, что вода может нести в себе как добро, так и может причинить зло. Сотрудники МЧС на нашем мероприятии расскажут, как с помощью воды они спасают людей, а сотрудники освода расскажут детям о том, что вода может нести с собой еще и опасность. Под час свята старожитно-рымский, старожитно-греческий боги Мора у Нептун и Посейдон вызначали, кто из них больше мощный и могутный. Дякуючи широку интересных конкурсов, у которых приняли удел гости мероприемства, перемогла дружба. Я, морской бог Нептун, поздравляю всех жителей города Гомеля с этим прекрасным праздником. Обещаю, что буду защищать вас на водных просторах, помогать вам в рыбалке, в путешествиях по морях. По правилах старой морской традиции, першим дать дозвол на пересечение экватора своих водных уладанья, у Нептун повинен охрестить мороков морской водой. И на виду тому свято было бы неоповным безводной фееры. Музычные водные эферы продолжились в тягу некоторых хвилин, однако уражение от яя, как и в целом от самого свято. У гостей, здаяце, хопить до наступного дня Нептуна. Нам очень понравилось. Было классно, шланг это был. Было холодно. Мы все промокли и было очень классно. Много различных конкурсов было. Да, вот это давливание вообще круто. Мне очень все понравилось. Нептун, конкурсы. Было очень классно. Очень интересно. Особенно, когда много эмоций, когда многие люди бежали на фонтан. Праздник, я думаю, что удался. И погода вроде бы не подкачала. Как бы нормально так все. Вероника Ворошилина, Максим Савин, Валера Игапанько. Телерадио компания «Гомель». В Гомельской областной универсальной библиотеке «Семя Ленин» отбылось открытие фотодокументальной выставы «Капитуляция Германии» май 1945 года, присвященной 70-ю годзю Великой Перамоги. Экспозиция подрихтована суместно Белорусским державным музеем истории Великой Чыной войны и Германа российским музеем «Берлин Карлсхорсте». Яна расповедая про обода и самую важную падею минулого ста годзя – подписание акта об безумовной «Капитуляции Германии». Документальные фотоматериалы адлюструивают историчный момент подписания «Капитуляции» у Реймсе и Карлсхорсте, а так само атмосферу радости, что пановало у городах, які были вызволены от фашистского прыгнёта. Выстава так само дополнена материалами «Белдерж музея» истории Великой Чыной войны, які иллюструють обстановку у Германии одразу после завершения боёв. Советские солдаты у Берлини расписываются на Рейхстагу, а так само сучасные фотосдымки гисторичных надписов, які заховались там до наших дём. Тут любой аудитории будет интересно, ведь даже наши дедушки и бабушки в это время в Берлине не были, не были на подписании. Им тоже будет интересно увидеть, как это происходило, увидеть военачальников, может быть, под командованием которых они сражались на фронтах Второй мировой войны. А также будет интересно и нынешнему поколению, потому что именно из документальных фотографий вы можете увидеть, как это всё было. Не художественная интерпретация режиссёра, а именно сухое, как это отснял фотограф, как это происходило на самом деле. Я думаю, это будет интересно всем. И это была пошла информация о выпуске. Для вас працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи.